Всем привет! Добро пожаловать в мастерскую. Сегодня мы будем делать вот такие замечательные кружочки. Мы их немножко растрепаем во все стороны, они будут очень такими декоративными, красивыми. Давайте приступать. Сначала мы наши березовые веточки окунем в горячую воду и оставим их там где-то на полчаса, на час, чтобы они размокли, размякли, сделались более пластичными, и из них легко было делать данный кружочек. Начинаем с веточек покрупнее. Вот как-то так их складываем. Толщина может быть любая, может быть тоненькие, элегантные, прямо розчерки кругов, а могут быть потолще, такие как, знаете, вот большие делают круги на Новый год, американцы перед дверью себя выставляют. Вот такого же плана можно сделать толстый, красивый, большой растрепанный венок. Все вот эти вот концы, которые у нас есть, да, мы их не оставляем в одной кучке, а немножко вот перемещаем вот так, чтобы они шли где-то друг за дружкой, друг напротив друга, чтобы не было такое, что у вас в одной стороне будут только большие ветки, а в другой вот эта вот вся красота. Связываем веточки вместе. Я взяла, нарезала и вот такие небольшие кусочки, и буду их связывать бечевкой. Связываем мы их для того, чтобы они очень крепко держали ветки вместе, и ветки еще у нас чуть-чуть, чуть-чуть такие влажные, и они могут принять форму. Вот чтобы эту форму они и приняли, мы завязываем очень плотно и сильно. Это будет вот первый раз, когда мы будем придавать их форму. Потом, естественно, мы эти веточки немножко растрепаем, сделаем им такой эффект натуральности, живости, естественности и прочее. Опять же, вот такие вот большие палки мы не сосредотачиваем в одном месте, а продолжаем их выкладывать по кругу. В результате у нас получаются вот такие замечательные веночки. Мы можем их оставить где-то на день, они высохнут, примут форму круга, и потом уже продолжим процесс. На самом деле у вас сначала может не получиться круг, поэтому не переживаем, а просто вот так вот где-то раздвигаем в сторону данный круг, вытягиваем его, придаем ему руками форму, не боимся мять эти веточки, и в конце концов, если что-то у вас торчит, тоже ничего страшного. Позже оно в любом случае, вот такие маленькие веточки, они должны торчать в разные стороны, и во внешний круг, и во внутренний круг. Поэтому просто общую форму придаем круга, либо же, ну если хотите сердечко, тогда вот надо выгибать вот вовнутрь серединку. Вот так вот выглядит наше сердечко из березовых веток, оно у нас сейчас мало похоже на сердце, и будем придавать ему форму. Ветки посредине сейчас мы оставляем, поскольку мы только делаем форму нашего сердца, еще не делаем саму законченную композицию. И вот эти ветки посредине привязываем к концу. Я хочу, чтобы конец нашего сердца был немножко вот продолговатым, да, и поэтому с помощью бечевки я буду придавать форму данному сердцу. Завязываю один конец, немножко сужаю, и вот таким образом завязываю на противоположной стороне. Сделали снизу две такие закрепки, чтобы наше сердечко имело такую внизу форму. Дальше разбираемся здесь. Тут у нас одна часть больше, одна часть меньше. В общем, выравниваем нашу серединку, вот так. Тут сюда бы я добавил еще, конечно, немножко веточек. И немножко опускаем вниз, смотрим, чтобы наш контур был ровный, напоминал сердце. И тоже вот эти ветки мы привязываем, потом они немного подсохнут, примут вот эту полукруглую форму, и тогда мы их тут обрежем. Сейчас пока обрезать ничего не надо, просто подготавливаем. Продолжение следует...